С вами Анатолий Барыга печами, дымоходами из интернет-магазина Жарпарков. Шел я тут по выставке, шел, ну, во-первых, я фирму Гейзер нашел, и я уже там снимал ролики интересные про банные печи, и обратил внимание на этот вот агрегат. Вроде как бы обычный синенький котел, а вот ни разу. Это пиролизный котел. То есть я вообще вот смотрю, вот производителя Казаковой, это Кострома, и вот в Костроме делают пиролизные котлы. Просто это город пиролизных котлов, ну, и это, собственно говоря, новинка. Мне это очень интересно было посмотреть, разобраться, посмотреть всякие рекламные продукции и посмотреть его обязательно изнутри. Давайте сначала с простого начнем, а перейдем к сложному. Что вообще тут написано? Написано то, что Гейзер делает котлы. Вот посмотрите, характеристики. Озвучивать не буду. У меня немножко другое интересно. И воздухогрейные печи пиролизные. То есть, ну, Кострома, это прямо город пиролиза. К сожалению, воздухогрейных печей тут нету, не представлено на выставке. А вот котел, он стоит, вот он. Его и посмотрим. Это паспорт котла, крайне важная вещь. Я думаю, то, что на сайте производителя, вот он. Кострома.ру Есть этот же паспорт в PDF, но мне интересно посмотреть его вот характеристики и все показать, как это выглядит по сравнению. Посмотрите, технические характеристики, вот они. Озвучивать не буду. Их все видно. То есть, это очень хорошие характеристики для котла. Я немножко в теме разбираюсь. Мало этого, насколько я уже уточнил у производителя, до ПК-30 это все делается из 5-миллиметровой стали, а после ПК, по-моему, 30-го из 6-миллиметровой. То есть, по сравнению с конкурентами, сами знаете, какими, это сталь более толстая. Более толстая. Дальше. Устройство и работа. И вот то, ради чего я этот ролик снимаю. Вот тут на схеме нарисовано, как вообще устроен этот котел. То есть, вот здесь вот происходит нагрев дров, потом пиролизный газ, выделяют дрова. И благодаря вот этим вот трубочкам, в которых просверлено отверстие, идет насыщение кислорода. И пиролизный газ начинает, собственно говоря, свою работу. Начинает гореть. То есть, крайне интересно. Также я хотел бы, чтобы вы поставили ролик на паузу и почитали вот эту информацию. Потому что это самое важное. Какое топливо, как растопку делать и регулировка газификатора. Ну, вы вот все почитали. Дальше тут идут, как обслуживать, как обслуживается изделие, добавление топлива. Тоже очень важно, почитайте, как это делается. Ну, и сейчас уже, собственно говоря, я хотел бы перейти непосредственно к котлу. Котел имеет, естественно, цепочку регулятора тяги, выставляется температура, которая нужна, ну и поддерживается путем открытия-закрытия поддувала. Это поддувало. Тут, собственно говоря, должен быть, и он есть. Зольный ящик. Рукоятка. Заметьте, вот эта рукоятка, это рукоятка, а это винт. Нужно это по следующей причине, потому что если здесь сделать такую же рукоятку, при открытии будет хлопок из-за того, что это пиролизный котел. Потому что вот в этой камере происходит пиролиз. То есть сначала, пока вы аккуратно откручиваете, небольшое количество воздуха уже начинает попадать в эту камеру, и хлопка не будет. То есть вот такая вот вещь продуманная. Ну, здесь прибор, вот сами видите, температуру показывает. И, по-моему, бар это давление. Он, по-моему, от двух до трех баров рассчитан. Вот этот вот конкретно котел. Ну, давайте смотреть внутренности. Вот так вот выглядит топка. Чугунные колосники. Так, что тут еще есть? Верхняя часть топки. Здесь происходит горение. Дрова достаточно большие. Можно проложить 40-сантиметровые и забить ее как следует. То есть топка достаточно большая. Еще раз обращу внимание, там в паспорте должно было быть указано, сколько здесь литров. Когда здесь происходит горение, сгоревшие газы проходят вот сюда вот, по этому каналу. И переходят во вторую камеру, где происходит пиролиз. Давайте посмотрим, что здесь можно снять и посмотреть. Это же самое интересное. Разбор одной рукой тяжко. Ну, я попробую. Снял колосник. Голосники вот с такими пазухами, пазами, для того, чтобы можно было бы грамотно его монтировать, чтобы он не болтался. Ну, и видим, ну, во-первых, качество сварки. И, во-вторых, понятно то, что это все рубашка. Это рубашка, это рубашка. Толщина стали. Надеюсь, вы увидите. У меня просто голова не проходит. Так бы я туда залез бы с удовольствием. Так, ну и давайте смотреть вот эту вот камеру. Где происходит пиролиз, это же самое интересное. Если кто не знает, ну, судя по всему, пиролиз есть некий процесс, который образуется при двух параметрах, когда очень сухое топливо, то есть древесина, в процессе горения дает специальный газ, выделяет, то есть она нагревается и выделяет определенный газ. И этот газ при насыщении определенным количеством кислорода горит. И вот этот вот процесс горения, он очень долгий относительно обычного горения. То есть вот пиролизное горение дольше. Но у пиролиза есть один минус. Вот этот вот котел и любой пиролизный котел, вообще любой пиролизный котел, он очень чувствителен к сухости дров. На сырых дровах будет совершенно обычное горение. Мало этого, когда пиролизный котел и в нем сырое топливо, нехорошо высушенное, то идет большое конденсатообразование, закапчивание и выделяется куча смол. Давайте посмотрим, как здесь все устроено или решены стандартные проблемы пиролизных котлов. Вот это вот трубы подачи воздуха, тут все рассчитано, вот эти вот отверстия, именно для того, чтобы был пиролиз. То есть это вот все не просто так взяли, дырки насверлили. То есть это все просчитывается и, собственно говоря, за это деньги вы платите, за то, что знаете, как все сделано. То есть люди, которые делают, котел знает, что они делают. Это все, естественно, прогоняется на стендах, все это замеряется. То есть это не сбухты-барахты, давайте сделаем вот так вот или вот всякого. То есть вот в этой небольшой камере, она буквально, не знаю, сантиметров 15, вот с ладонь толщиной происходит пиролиз. А вот там вот в верхней части уже идут газы, которые уже все на выход. И сами видите, то что если вы будете использовать даже сырые дрова, то вы можете спокойно прочистить дымоход. Обычной Г-образной палкой, шуровкой, кочергой. Значит, дымоход квадратного сечения. Это как бы проблема, потому что нужно искать переходник. Ну и эта проблема здесь решена, потому что здесь котел комплектуется как раз заслонкой, являющейся переходником. Давайте посмотрим. Значит, вот так вот выглядит выход. Вот здесь вот крепится как раз заслонка. Вот она. Заслонка, она же переходник. Вот так вот она, по идее, крепится. Но не все так просто. Для того, чтобы было плотно все, потому что, я повторю, пиролизный котел необычный. Сначала нужно поставить прокладку из асбеста, здесь вырезать отверстие, и только после этого уже ставить заслонку. Диаметр дымохода, к сожалению, здесь нестандартный, 130-й. Понижать диаметр нельзя, то есть это 130-й, 120-й нельзя ставить. Это как бы не здорово. Но по-другому здесь никак, потому что вот эта вот вся конструкция, она просчитывается на компьютере. При расчете тут всегда делается, сбивает меня, к сожалению, здесь всегда делается тот диаметр, который нужен. Потому что если сделать диаметр меньше, тяги не будет. Поэтому если 130-й диаметр, значит домоход должен быть либо 130-го диаметра, либо больше. Вот, собственно говоря, я вам, наверное, все рассказал об этом котле, все, что я увидел, все, что прочитал. Ну, в общем-то, мне нравится, что сказать. Достойная ответочка конкурентов. Ну, наверное, осталось показать входы-выходы. Всякие вот эти вот штуки. Вот такая вот штука. Вот такие вот вещи. С этой стороны все пусто. И с этой все пусто. Соответственно, вода это вот тут, тут. Ну, в общем, все. Я вам все рассказал, показал. Ну, а дальше вы думаете. Ссылка на сайт внизу.